Вот так на протяжении двух суток брестские десантники отрабатывали плановое двустороннее ротно-тактическое учение с боевой стрельбой с участием личного состава. Адреналина военнослужащим добавляли сложные, погодные и максимально приближенные к реальности боевые условия. Более 700 военнослужащих, порядка 30 единиц военной и специальной техники, два этапа испытаний на прочность, слаженность действий и боевую выносливость. Такой масштаб приняли учения. На начальном этапе личный состав совершил марш на штатной технике к месту событий, где военнослужащие смогли отработать действия по отражению воздушных ударов и нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Стоит отметить, что для большинства участия в таких учениях новый ценный опыт. Военнослужащие, которые производили пуски, это военнослужащие, которые были призваны вот сейчас осенью, получается. То есть, можно сказать, молодые. До совершения вот этого этапа стрельбы, они два дня находились в составе подразделения, выполняли различные задачи. То есть, это разностороннее и движение в колонии, совершение марша, передвижение, хранение. То есть, им очень хватило, как можно сказать, как молодым военнослужащим практики, опыта вот за эти три дня больше, чем, наверное, за какой-то отдельный период их службы. Брестские десантники провели специальные действия по уничтожению условного противника, а значит, смогли выполнить главную цель – усовершенствовать командные навыки офицерского состава и слаженность подразделений. Ну а сами военнослужащие, делясь впечатлениями, отмечали, что этот опыт они запомнят надолго. Ведь, несмотря на то, что задачи не справились на отлично, страх все же присутствовал. Был страх, когда мы ездили атаковать соперника. Было страшно. Мы ехали спокойно, мы остановились, и у нас была задача подождать разведку. И когда нам сказали, что ее нет, все подорвались, мы начали ехать. БТРы, они намного быстрее поехали, у них все-таки достаточно большего мощности. Я просто не успел только начать ехать, а уже их и нету. Я их догоняю, все, приезжаю, там же все стреляют, ты уже не знаешь, куда деваться, вылазишь, с автоматом, за кайман прячешься, стреляешь. Ну, интересно. Вот это было страшно, да. Всего в учениях задействовали две усиленные десантно-штурмовые роты, и справиться со своими боевыми задачами им удалось. Продолжение следует...